Всем привет, я Ростоцкий, а это Crusader Kings 3, и сегодня мы с вами посмотрим на один из самых крупных и интересных глобальных модов, который называется Tales of Ireland. Этот мод основан на книге захватов Ирландии, это такое собрание разных мифов и легенд, которые рассказывают о происхождении истории ирландского народа от сотворения мира до средневековья. Подробно я, конечно, рассказывать об этом не буду, потому что у нас тут не уроки ирландской мифологии, а ЦК-3, но если вам интересно побольше узнать о книге захватов, то можете почитать в Вегипедию или где-то еще найти информацию по этой теме, в общем, сами разберетесь. Хотя про лор я все равно немного расскажу из того, что написано в описании мода. Ирландию населяют большое количество разных племен, от жестоких фаморов до престижных гайделов. Гайделы сохраняли контроль над островом на протяжении веков, пока кельты не пришли в Ирландию и не дестабилизировали их власть. После ослабления гайделов настало время всем племенам бороться за свою свободу и претендовать на изумрудный остров. Год начала 4800 год после сотворения мира, что примерно соответствует 400 году до нашей эры. И игра будет идти от геррической эры до прихода христианства в Ирландию. Это то, что нам говорят разработчики мода. И если что, гайделы, про которых я говорил, это не гэлы, то есть не шотландские чуваки. В оригинале они вообще называются милиженс. И их еще можно перевести как сыновья мила. Это вообще какое-то мифическое племя, которое через Египет, Крит и Сицилию пришли в Испанию. Потом из Испании они пришли в Ирландию. То есть это не шотландские гэлы, гайделы, если я все правильно понял. А фаморы, которые упоминались тоже в этом тексте, это какие-то мифические тоже существа. Темные силы хаоса и они постоянно сражались с древними жителями Ирландии. Но, как я и говорил, супер подробно мы не будем во все это углубляться, потому что меня интересует мод и те изменения, которые он приносит в игру. А изменений он приносит довольно-таки много. Прямо сейчас вы можете видеть перед собой экран выбора стартовой даты. Их здесь целых три штуки, но это все один и тот же год. Просто нам показывают разных персонажей. Про каждого из них я тут рассказывать не буду и не буду рассказывать про все эти стартовые даты прям супер подробно. Но давайте прочитаем хотя бы первую закладку, чтобы вообще понять, что здесь происходит. И потом уже начнем игру. На протяжении веков сыновья Миля, то есть гайделы, управляли Ирландией и ее жителями. Однако их гегемония будет поставлена под сомнение. Новая угроза высадилась на их берега, люди с континента. Без большой численности или единства, чтобы противостоять этому вызову, гайделы становились слабее с каждым годом. Мои племена, над которыми они раньше доминировали, начали задумываться о месте. В общем-то Ирландия раздроблена. Неизвестно, появится ли здесь когда-нибудь лидер, который сможет объединить своих людей и захватить весь остров. И одним из них может стать кто-то из этих пятерых персонажей. Давайте посмотрим быстро на вторую стартовую закладку. Здесь нам показывают остров Мэн, который в отличие от оригинальной игры не состоит из одной провинции одного герцогства. На этом острове можно создать целых два королевства и чуть позже мы обязательно на это посмотрим. Можно еще здесь прочитать описание, потому что оно довольно-таки интересно. И на Мэне, несмотря на то, что это, казалось бы, маленький остров, тоже есть своя история и тоже есть интересные персонажи. Давайте посмотрим на третью стартовую дату, которая называется Tales of Magic. И здесь у нас находятся персонажи, которые владеют магией. Да, в этом моде есть магия, сделано довольно-таки интересно. Конечно же, мы на нее посмотрим. Тоже читать все это я не буду, но если вы хотите, то можете поставить на паузу и со всем этим ознакомиться сами. Давайте уже перейдем к самой игре, посмотрим на карту мира и внимательнее ознакомимся с новыми механиками и новыми возможностями. И вот она, огромная Ирландия. Здесь более тысячи провинций. Если я не ошибаюсь, то в оригинальной игре их тут не больше 15, если не считать баронства за провинции. То есть именно графств здесь не более 15, может быть 20, но это слишком много, мне кажется. И вы посмотрите, как здесь много разных независимых государств. Это просто жесть. Давайте я включу карту герцогств. Вот, как их здесь много. Просто безумие. Карта королевств. То есть их здесь где-то 32 штуки. И, конечно же, карта империи. Их здесь всего 4. И по сути, каждая империя это герцогство в оригинальной игре. Только в Crusader Kings 3 в Ирландии, по-моему, 5 герцогств или 6. Давайте теперь посмотрим на карту религий. Посмотрите тоже, как их здесь много. Это все новые религии. То есть тут нет никакого кельтского христианства, обычного католичества. Все эти конфессии новые, некоторые даже со своими уникальными догматами. И на все эти конфессии мы немного посмотрим чуть позже. То есть подробно я не буду прям каждую конфессию изучать. Давайте еще посмотрим на карту культуры. Посмотрите, как их здесь много. Более того, помимо разных культур в этом моде еще есть расы, которые дают какие-то определенные бонусы. Не знаю, на что еще тут на карте стоит обратить внимание. Но давайте посмотрим на карту графств. Вот, их тут более тысячи, как я и говорил. Огромное количество. Конечно, тут большинство этих провинций не особо развито. Но про развитие мы еще чуть позже поговорим. Хотя нет, мы поговорим об этом прямо сейчас. Давайте еще посмотрим на Мэн. На нем есть целых 14 графств. В отличие от оригинальной игры, здесь только одно графство. И, как я и говорил, два королевства можно создать здесь. Но давайте уже перейдем к игре, наконец-то. Вот оно, приветственное сообщение. Оно будет появляться каждый раз, когда вы начинаете игру. Здесь нам говорят, добро пожаловать в Ирландию. Ваши приключения начинаются. И в этом окне мы можем прочитать про персонажа, за которого мы начали играть, если это один из интересных персонажей в закладках. Здесь много всего интересного написано. Но давайте я вам расскажу про систему развития. Здесь оно немного переработано. И вместо развития здесь у каждого правителя есть свое стадо. То есть крупный рогатый скот. Я их буду, наверное, называть коровами в дальнейшем, просто чтобы было удобней. В эти времена скот был главным источником власти именно за него. Большинство войны начинались, то есть воевали за корову, на корову и так далее. Каждый год у нас будут происходить разные ивенты, которые будут как-то влиять на стадо в нашей столице. И бонус от развития, то есть от этих коров, в три раза важнее, чем в основной игре. Когда графство оккупируют, оно теряет от одного до трех коров. И когда титул теряется и переходит к другому персонажу после войны, это графство тоже теряет одну корову. В общем-то, как-то так. Давайте прямо сейчас посмотрим на карту развития. Как вы можете видеть, здесь много прямо очень желтых провинций. И, например, у нашего персонажа, за которого мы начали играть, в столице, которая называется Дерри, сейчас 32 развития, то есть 32 коровы у него есть. Это довольно-таки неплохо, но здесь есть, ребята, и посерьезнее. Вот тут на юге, посмотрите, 49 коров здесь находятся, это очень много. Но эти коровы, как здесь и написано, будут периодически уменьшаться, прибавляться в зависимости от ивентов, в зависимости от того, как вы воюете. То есть развитие вашей столицы, вашей страны очень большую роль играет. И давайте опять же вернемся в нашу столицу Дерри. Здесь 32 коровы, и за счет этого ополчение и налоги в этой провинции увеличены на 48%, это довольно-таки много. А что если мы посмотрим на провинцию с 49 развитием? На 73% увеличено ополчение и налоги, вау. В общем-то, думаю, с этим все понятно. Чем больше у вас кров, тем вы круче. Идем дальше. Верховный король Ирландии. Верховный король это специальный титул, и Верховного короля выбирают среди всех независимых королей. Голосовать может любой независимый правитель, который герцог или выше, и у которого есть достаточное количество престижа. Если вы Верховный король, то у вас появляется доступ к некоторым интересным решениям, и у вас еще появляется улучшенная версия насильственной вассализации. Ну и, конечно же, вокруг Верховного короля будут появляться всякие разные уникальные ивенты. На это мы тоже посмотрим. Давайте пойдем дальше. Изменения в войне. В этом моде размер ополчения у правителя уменьшен в 8 раз. В 4 раза уменьшено количество профессионалов, и в 3 раза уменьшено количество рыцарей. То есть, профессионалы и рыцари теперь будут намного важнее, чем раньше. И, как мне кажется, даже если вы захватите всю Ирландию, то размер вашей армии 10 тысяч не будет превышать, поскольку вот этот вот король Нуада, за которого мы играем, довольно-таки большим королевством правит, но у него всего лишь-то 327 солдат. Из них 246 это ополчение, 6 рыцарей и еще 75 профессионалов. Здесь у нас по соседству тоже есть большое королевство, но здесь очень плохое развитие, как мы видели. У этого Инжая 381 человек в армии. То есть, каких-то огромных сражений с 10 тысячными армиями здесь вообще никогда не будет, скорее всего. И даже какой-то маленький граф, у которого хорошая армия, качественная и сильная, сможет без проблем победить короля какого-нибудь с большим государством. Дальше у нас идут новый образ жизни и система магии, но мы на нее посмотрим уже сами, не будем тут ничего читать. За этого Нуада, кстати, не просто так начал играть, он владеет магией, а магией здесь могут владеть не все. Думаю, вы уже заметили, что у него есть тут два каких-то новых свойства. Первое это Сиде Тач, то есть его дотронулся Сид, или он дотронулся до Сида. Сид это какой-то потусторонний мир из ирландской мифологии. И это свойство дает ему плюс 6 к учености, плюс 30% к опыту учености, и еще это свойство передается по наследству. Нуада был награжден богами и великим магическим даром. Какой молодец! Я не уверен, дает ли это свойство ему владеть магией, но вот это свойство точно ему дает владеть магией. Это физический трейд, то есть трейд его расы. Если мы потыкаем на других персонажей, то увидим, что у них тоже есть у каждого своя раса. Это, например, Фомор. Здесь у нас Древний Человек. Это Цин Миля, то есть Гайдел. Есть у нас еще Кельты, Фирболк. И кто-то еще здесь был, 100% кто-то был, надо найти. Вот, какой-то Партолониан. Каждая раса есть свое мнение о других расах. Эти свойства еще дают разные бонусы. В общем, мы здесь можем посмотреть на другие расы. Фоморов мы видели. Здесь у нас есть какой-то Цезариан, Немедиан, Полукровный Партолониан, Сильная Партолонианская Кровь, Гейльский Гигант, Хибразильцы какие-то и Латинцы. Я не знаю, когда именно, но рано или поздно в Ирландию будут вторгаться вот эти вот как раз-таки бразильцы и римляне. К сожалению, я с ними еще не сталкивался, но рано или поздно это произойдет. Это даже написано в описании мода. Не знаю, какое будет войско у этих захватчиков, но мне кажется, с ними столкнуться, повоевать, и это довольно-таки интересно. Окей, давайте уже перейдем к образам жизни. Здесь у нас их целых три штуки, новых образов жизни. Первый, Tales of War. Это военные, понятное дело. Tales of Abundance. Это образ жизни, типа, мирного правления. И Tales of Magic это образ жизни, связанный с магией. Он доступен только персонажам, которые магией владеют. И на эти образы жизни никак нельзя сделать фокус. То есть, пассивно опыт вы к ним получать не будете. Чтобы прокачивать военный образ жизни, вам придется воевать, участвовать в дуэлях, сражаться. Чтобы прокачивать Tales of Abundance, вам нужно будет, наверное, мирно править как-то. Просто управлять своим государством. И там, ивенты, наверное, всякие будут появляться. Я именно на этот образ жизни особо не обращал внимания. Ну и, конечно же, магический образ жизни, он прокачивается, когда вы используете магию. В каждом образе жизни есть по две ветки. Достоинств тут не так много. Но, понятное дело, здесь мы можем получать доблесть, разные трейды командира и улучшать ваше войско. В Tales of Abundance мы можем получать престиж, плюсы к дипломатии. Вассальный лимит вот здесь можно увеличить. И, кстати, вот это вот достоинство дает три голоса в выборах Верховного Короля. Довольно-таки неплохо. Еще тут можно мнение вассалов увеличить. Здесь можно уменьшить стоимость создания титулов. Благочестие получать. В общем, этот образ жизни именно на управление страной. Ну и в магическом образе жизни мы можем изучать новые заклинания, получать бонусы к здоровью, к учености, конечно же, бонусы. И во второй ветке магического образа жизни есть достоинство, которое называется Dark Blood. С помощью этого достоинства у вас появится возможность стать вампиром или Волф-Волкером. Я не знаю, кто это такой. Возможно, это что-то вроде Вирвольфа. Но, в общем-то, за магой играть здесь будет очень интересно, я думаю. С образами жизни вроде бы все. А, ну да. Еще. Поскольку наш персонаж владеет магией, он может эту магию практиковать и получать опыт к магическому образу жизни за стресс и за благочестие. Другие персонажи вроде как ничего подобного делать не могут. То есть те, которые магией не владеют. Да. И давайте вообще на эту магию посмотрим. У нас тут есть новая кнопка открыть магию. Что у нас здесь есть? Во-первых, конечно же, все заклинания, которые наш персонаж знает. Кастовать здесь можно любое заклинание, если у вас выполнены условия. Например, для вот этого заклинания Hidden Blade, то есть скрытый клинок, мне нужно 10 ужаса иметь. Для вот этого заклинания мне нужен второй уровень набожности. Но вот эти вот три у меня доступны. И что я могу сделать? Я могу, например, обменяться своими талантами. Если я заклинание это использую, то я попрошу усид наставления. Давайте попробуем это сделать. Вот у нас появляется ивент. Наш персонаж проводит какой-то ритуал. И здесь я могу выбрать себе какой-то интересный модификатор. Я хочу говорить как бог. Плюс 6 к дипломатии, минус 1 к всем остальным навыкам. Здесь плюс 6 к учености, военное дело, управление и интриги. Все эти бонусы даются на 15 лет. Можно от них просто отказаться. Но каждый раз, когда я какое-то заклинание кастую, у меня увеличивается магический стресс. И чем больше этот магический стресс, тем больше шанс на неудачу при касте следующего заклинания. Тут написано, что если он меньше 15, то ничего плохого не произойдет, скорее всего. И вот этот шанс на неудачу выходит из магического стресса, разделенного на ученость. То есть, чем выше у вас ученость, тем меньше шанс на неудачу. И когда я какое-то заклинание выбираю, у меня тут написано, сколько магического стресса я получу. Давайте я, например, вот это вот заклинание использую. Хастайл Уисперс. Здесь я могу выбрать персонажа, на которого я накину этот модификатор. Я так понимаю, здесь соседние всякие правители и мои вассалы. Ну, например, вот этот мужик мне не нравится. Я хочу, чтобы про него плохо говорили. И он получит общее мнение минус 5. Ну, не так уж и много на самом деле. Хотя и магического стресса это заклинание дает не так много. Я кастую это заклинание, все. Модификатор накинут. Вот так вот легко и просто работают здесь заклинания. То есть, я просто их кастую, получаю разные модификаторы. Даю модификаторы другим персонажам. Могу я также использовать заклинание, которое увеличит рост моего стада. Но здесь у нашего персонажа его нет. Они случайно появляются. Давайте я, допустим, попрактикую магию. Получу 100 опыта к магическому образу жизни. Вот, как мы можем видеть, у меня уже 130. По-моему, именно 3 заклинания я использовал. Это значит, что за каждое заклинание 10 опыта я получаю. Маловато, но нормально. Вот, я хочу выучить новое заклинание. Например, сила луга. Военное дело и доблесть за уровень набожности. Плюс 2. Давайте скастуем это заклинание. Ну вот, доблесть и военное дело у меня увеличились. Как-то так здесь работает магия. Давайте еще посмотрим на войны за стадо. У меня сейчас есть 32 коровы. И я, например, хочу у кого-то несколько коров забрать. Я выбираю правителя, объявляю войну и делаю cattle raiding. То есть, набег за коровами. Если я в этой войне выиграю, то я заберу 1 треть коров со всех его провинций. Хотя, возможно, не прям со всех, а именно из тех, которые он контролирует. Но он здесь контролирует, так понимаю, все, да. Запомнили. У меня там было 32 коровы. У него сейчас сколько? Ну, по 5 в каждом. Сейчас будет меньше. Объявляем войну и отправляемся. Нам нужно украсть коров. Кстати, у нашего персонажа есть уже 9000 известности династии. Мы можем тут открыть себе целую кучу достоинств. Но там ничего интересного нет. То есть, никаких новых наследий для династии не добавлено в моде. Поэтому нас это не интересует. Так, надо быстрее захватить эту провинцию. О, я стал немощным. Но, в принципе, мне 1500 лет. Так что это неудивительно. Хотя, мне кажется, на нашего персонажа это не должно работать. Учитывая, что он так долго может жить. Все, 100% мы набрали в войне. Смотрите, эту провинцию мы оккупировали. И она уже потеряла немного коров. То есть, тут было 5, теперь здесь 3. И сейчас, когда я навяжу требования, у этого мужика в провинциях еще меньше коров станет. Здесь теперь 2, здесь 3, здесь тоже 3. Довольно-таки неплохо. А в моей столице теперь сколько? 34. Также, как я и говорил, будут периодически разные ивенты появляться. Можно, например, поставить управляющего на повышение развития. То есть, увеличение количества коров. У советников здесь никаких интересных новых заданий нет. Поэтому смотреть там не на что. Хочу дождаться ивент на стадо. Вот, смотрите, к нам пришли волки, и мы можем на это как-то отреагировать. В любом случае, мы потеряем немного коров. Но, в зависимости от моего решения, мы можем потерять немного меньше, чем, например, при вот этом решении. Если мы будем действовать быстро, то здесь будет поединок доблести. Я получу 50 престижа. Но тут и меньше всего потеряю. В отличие, например, от вот этого решения. Здесь я получу плюс 5 общего мнения, но потеряю минимум 3 коровы. Или я могу вообще заплатить охотникам на волков, которые все за меня сделают. Давайте действовать быстро. Меня вроде бы не ранили. Волков мы прогнали и победили. Но я потерял сразу 5 коров. Ого. В общем, именно так это и работает. Вы будете то терять, то получать коров. Это сейчас у меня был негативный ивент. Но могут быть и позитивные. Назовем это так. Окей, давайте теперь посмотрим на выборы верховного короля. Но, думаю, система выборов в ЦК-3 вы и так знакомы. Знаете, как это все работает. То есть мы можем за кого-то проголосовать. Можем проголосовать за себя. Можем посмотреть, кто за кого голосует и почему. Можем кого-то заставить проголосовать за нас. Здесь все понятно. То есть, по сути, это выборы кайзера Священной Римской Империи. Давайте еще посмотрим на некоторые интересные решения, которые в моде там есть. Сейчас я играю за верховного короля Ирландии. Если что, титул верховного короля не означает, что он может править всеми, кто Ирландию населяет. То есть, он не прям супер босс, которого все боятся и уважают. Но давайте для начала посмотрим на новый Казусбейли. То есть, улучшенную насильственную вассализацию. Вот, вы можете видеть, что у нас тут их две штуки. Просто насильственная вассализация. И еще покорение у нас тут есть. Вот, что может делать у нас верховный король. Во-первых, он может призвать королевскую армию. Но мне нужен второй уровень престижа, чтобы я это сделал. Я получу армию в 500 человек в своей столице. И это довольно-таки внушительная армия будет, как мне кажется. Я могу еще основать клан, но это может любой правитель делать. Не только верховный король. До конца я не понял, что дает создание клана. Но наша династия получит модификатор на плюс 0,1 к престижу. Казалось бы, это не то, чтобы очень много. Но хоть какой-то бонус до конца я не понял, зачем создавать здесь свой клан. Для этого мне тоже нужно быть второго уровня престижа хотя бы. И хотя бы три члена моей династии должны быть независимыми правителями. Здесь есть еще одно региональное решение. Я могу основать мид. Для этого мне нужно несколько королевств захватить. И я получу титул империя мид. И еще, кстати, за стадо, за ваших коров, вы можете нанимать наемников. То есть, ваша столица теряет 15 коров, но вы получаете 100 человек за это. Не очень-то много на самом деле. Но мне кажется, это решение можно несколько раз активировать. Хотя я не уверен. А, раз в 20 лет это можно делать. Ну, не такая уж и серьезная штука это. Давайте я еще по персонажам попрыгаю. Попробую найти какие-то интересные решения. Здесь ничего нет. Вот я переключился на персонажа кельта. И он может призывать кельтский отряд. 125 человек может получить. Неплохо. Я так понимаю, это могут делать все кельты. Видимо, да. В общем-то, я тут долго буду тыкаться и искать интересные решения. Но они здесь точно есть. Можете мне поверить. И вы наверняка найдете, чем себя занять в этом моде. Давайте отправимся на мэн. Здесь точно есть интересные решения. Вот, смотрите. Прямо сейчас у меня тут персонаж воюет, за которого я сел. Но на мэне у нас есть целых три интересных решения. Первое это объединить мэн. Чтобы это сделать, нужно весь остров захватить. Полностью контролировать королевство восточный и западный мэн. И после этого вы сможете эти титулы уничтожить и получить королевство мэн. То есть, весь остров будет одним королевством. Еще тут есть решение по захвату основных мэнских провинций. И есть довольно-таки интересное решение, которое называется Omen of Conquest. Если это решение активировать, вы получите случайную претензию на одну из провинций острова. И это решение есть у всех, кто здесь находится. То есть, именно так здесь и будут вестись войны. Раз в 15 лет кто-то использует это решение и идет на кого-то воевать. Ну, можно, конечно, фабриковать претензии. Но такой способ получения претензий здесь тоже есть. Вроде бы на интересные решения, на все механики мы с вами посмотрели. Конечно же, в моде есть еще огромное количество ивентов. Но чтобы их все посмотреть, нужно просто играть. Давайте быстро пробежимся по культурам и конфессиям. Как я и показывал раньше, культур здесь очень много. Здесь у нас есть 4 разных эпохи. Первая эпоха это падение сыновей Миля. Вторая эпоха Герическая эра. Потом у нас идет Римская эра. И приход христианства. Здесь инновации немного переделаны. Но в основном все то же самое. Единственное, что отличает культуру друг от друга, вот эти вот региональные инновации. Например, у культуры Фирболг есть Войны Конахта. И она может еще изучить Войнов Мэна. Не знаю почему, но, видимо, потому что Фирболги еще здесь находятся. И, например, культура, которая называется Underground Famorian. Уже владеет инновацией Войны Ульстера. Может получить инновацию Войны Конахта, Войны Манстера. Они здесь ничем не отличаются. Профессионалы везде одинаковые. Просто меняется их название. Давайте посмотрим теперь на религии. Тоже быстро по ним пробежимся. У нас, например, есть религия, которая называется Темные Боги. Они любят воевать, любят человеческие жертвоприношения. И не любят другие конфессии, другие культуры. Есть у нас тут рабский оленизм. Это тоже воинственная конфессия какая-то. Старые боги есть. Ну и, конечно же, у каждой конфессии здесь свои особенности и свои догматы. Подробно я не вижу смысла на все это смотреть, потому что их тут много. И много времени на это уйдет. Как мне кажется, это довольно-таки интересный мод. И в него можно позалипать как минимум несколько дней. Если вы уже не знаете, чем заняться в оригинальной игре, в будущем в мод планирую добавить Юг Шотландии. То есть появятся еще какие-то новые культуры, новые конфессии, новые решения, ивенты и так далее. И если этот мод вас заинтересовал, то, конечно же, в описании вы можете найти ссылку на него. А если это видео вам понравилось, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если вы до сих пор не подписаны. И пишите в комментарии, как вам это видео. Как вам этот мод, играли ли вы в него, если играли, то расскажите, как вам. В будущем я планирую посмотреть на остальные интересные моды, которые пропустил за все это время. Раньше меня отталкивал то, что во всех этих глобальных модах нет русского языка, но я подумал, блин, так от меня много всего интересного уйдет. Поэтому нужно на все это посмотреть, обо всем рассказать вам. Так что, да, ждите новые ролики по новым глобальным модам. Всем спасибо за просмотр, всем пока.